Звучит музыка Звучит музыка Дети здесь постоянно крутятся Они уже так, хулиганы Да, я согласен Вообще, странно, что Зачем, главное, они сюда лезут? Я вот до сих пор не помню Ну, как зачем? Похулиганить Ну, наверное С другой стороны, пускай лучше сюда, чем Откуда-нибудь прыгают и рискуют Сломать себе шею Хотя тоже Да, не факт Иногда, как говорится Взрослые люди попадают С кем можно что-то перетереть, поговорить Но надеюсь сегодня тоже на это О чем трете, так сказать В основном? Да так, о жизни В основном Сейчас это довольно часто Политические вещи Там экономические Сейчас это Казахстан всех интересует Хотя я говорю Я не из Казахстана Ей-богу, не знаю Как там дела? Вы скажите мне, пожалуйста Вы смотрите Каких? Вы Ютубом пользуетесь? Потому что что-то я сталкиваюсь Не каждый что-то туда лезет Ну, конечно Я же вот с вами Скажем так Методом рулетки В Ютубе А, в смысле Методом рулетки в Ютубе То есть Вы транслируете Вы хотите сказать? Да, вы сейчас на стриме А, понятно Очень хорошо Интересно Это самое Что-то я начал-то Кого из украинских блогеров смотрите? Интересно Никого не смотрю А из российских? Вот, ей-богу Саша Четвертое измерение Ага И как вам? Интересно Мне нравится Ход его мысли И все остальное А есть с ним Несогласия у нас Какие-нибудь? В чем? Я не знаю Это же ваше Несогласие У меня несогласие Я с ним Разговаривал Три раза Мы абсолютно Думаем в одном направлении Не, ну должно же быть Какое-то несогласие Ну, видите ли Я из Крыма И поэтому Мы обсуждали Проблем Ну, как В Крыму Он у меня Расспрашивал Про Крым Очень часто И так далее Все нормально? Какие несогласия? Все вместе Все замечательно Саша правильно говорит Все по закону Знаете У меня У меня У меня Есть с ним Несогласие Я смотрел Несколько роликов У меня Есть с ним Несогласие В том плане Что он Иногда Очень оптимистичен В некоторых Аспектах Например Он неоднократно В своих роликах Говорил Что Посмотрите на Казахстан Там Назарбаев Сидит 30 лет У власти Там такая Стабильность Они там Все так Клево Сделали Да И вот Нынешние События Показывают нам Что Скажем так В этом управлении Он был Через все Интимистичен Мало ли Когда-то Кто-то Что-то Может Может Ошибаться Во всяком Случа Я не помню По поводу Казахстана Но То что В нем Происходили дела Я как вот Блогер Уже не один год Мы еще В прошлом году В нашем сообществе Обсуждали Когда дела Были в Белоруссии И вот Мы обсуждали Этот И все Уместе Тебе не дадут соврать Будешь встречаться Там А с остальными Тоже так Поспрашиваешь Что Следующая Будет Казахстан Как минимум Потому что Готовы Там люди По крайней мере Рулетов Плана Накал У них Такой Русофовский Там Уже был Националистически Я согласен Я Перематываю Это невозможно Просто Поэтому Такие вещи Были Происходят А в жизни Друг мой Ну кто не ошибается Это Нет Я не сказал Что он ошибался Я сказал Что он был Чересчур Оптимистичен Указывая На Казахстан Как на Как на пример Ну Который Ну Этого я не вспомню Но тем не менее Да Ну Пойми Наши братья Так сказать Не братья А партнеры Так сказать Они же не дремлют Вот не надо Называть их партнерами Называйте их Знаете как Оппонентами Ну то есть Тот Кто с той стороны Потому что партнеры Это все таки Положительную коннотацию Несет Знаешь почему Мне понравились Партнеры Потому что Ну я так Рэп Ты только не смейся И Ребята Заткните уши Слово партнеры Это когда Владимир Шойгу С двух сторон Но я Извини Поэтому Мне подходит Когда он называет Их партнерами Я сразу представляю С эту картинку И поэтому А так ты прав Партнерами Называть этих Нехороших людей Конечно не стоит У нас Слушай ну почему Нехороших Даже Даже Александр Да Ну еще ВКС не забудьте Даже Александр Говорит что Каждый должен Соблюдать Свои Национальные Интересы Абсолютно верно В идеале Но не всегда Так получается Да Ну Будем Так сказать Посмотреть Вот сегодняшняя Я вот Смотрел Сегодня новости Так наши Вроде бы Вот Из того Что они говорили Договоренности Которые они поставили Красную черту Поставили Как она дальше Поет не знаю Мне понравилось Ну По То есть Четко Все разложили А как она Дальше Будет Будет Посмотреть Знаете У меня До вас Был разговор С мужчиной Который Разговор Начался С того Что он Слушал Значит Брифинг Нашего Представителя Начал Слушать Потом Увидел Что я Жду И тоже Слушаю Потому что Как-то Так получилось Что я Тоже Слышал И у нас С ним Была идея Некоторые Как я понял Люди Которые Придерживаются Таких же взглядов Как и он Надеются Что Переговоры Закончатся Примерно Ничем Примерно Никогда И что Это все Будет Тянуться До бесконечности И их Это устраивает Ну я его Понимаю Потому что Любое Решение Для Украины В целом И для отдельных Персонажей В частности Может оказаться Фатальным Что-то мне Подсказывает Ну в принципе Сейчас Скажем Так Я согласуюсь С этим Сторонным Хотя Время сейчас Играет Не на сторону Американских И не на нашу Сторону К сожалению Тоже Ну Но в любом случае На их Тоже не играет Вот Сейчас Знаете Время Оно выступает В роли Того Кто играет Против всех Вот оно И против Китая Играет Время Против Реально И против России И против Киева И Америки Вот Только Против всех С разной скоростью И с разной Интенсивностью Другое дело Сейчас определяются Скорее всего Силы Кто с кем будет Понимаешь Кто кого поддержит И кто в нужный момент Из мелких шалах Кто кого быстрее Предаст А исходных С кем он Это партнерство Своё будет Создавать Дальнейшее Вот такое вот Там же Вот как-то так Нет Ну Слушайте В переговорах США И России Если они Соглашаются Условно говоря На наши условия Как в той Ксамы Мне тут Керри сказал Что мы согласны На все ваши условия Видели это? Видели, да? Не видели Миниатюру эту? Не видели или видели? Нет, не видел А, ну вы посмотрите Это пародия на Лаврова На переговоры Лаврова и Керри Вот они там тоже Долго-долго Переговариваются И в конце Керри говорит Лаврову Значит скажешь следующее Я согласен На все ваши условия Вот он вышел и говорит Мне Керри сказал Я согласен На все ваши условия Молодец Ну это пародия Вот И если они согласятся Да, согласятся на наши условия Возвращаясь к теме Да То получается Что это США Кинут всех своих шавок Так сказать Всех своих шестерок А это В глазах США Ну в смысле При этом США В их глазах Сразу Ну Падут Как бы И это будет Это вам не с Афганистана Убежать Мне что-то кажется Да я знаю Но после Событий Не с Афганистаном Ты наверное ждал А с французами То остальные Наверное Ну там кидаловы на кидалове Ну что поделать Ну так что Остальные Ну вынуждены Этот как бы Пользоваться Они ж Люди неподвластные Поэтому Ну что Хозяин сказал Хозяин сделал В общем-то Ну да Нет Ну здесь да Здесь ситуация с Меркель Присматривается Понимаешь В чем политика Вот наша Я считаю Выигрышная Я может быть Скорее всего Ошибаюсь Но это как В старые времена Когда кто-то Давал слово И всегда его держал К нему тянулись Автоматически Ненавидели Или что Но в какой-то Событии Проворачиваем их Как во времени Все равно Он выигрывал Потому что Собирал в себя Какую-то мощь Вот это Чувство Потому что Владимир Владимирович Слова На ветер Никогда не бросает Есть у него Такое Отрицательное Качество Что он Держит свое Слово Иногда Знаете Хочется сказать К сожалению Да В этом случае Но с другой стороны Все нормально Ну да Как говорится Будем Нашей стране Живовать Самого лучшего И помогать Чем только сможем А что мы мелкие блогеры Вышли Ну хотя бы Сказали Своё мнение Да Своё мнение Или не дали там Варежку Лишний раз Открыть на Россию Матушку Вот и всё Потом Стримы Сохраняете Нет Я стримы Сношу Сразу Я не храняю Я из них Вырезки делаю А вырезки делаете Ага А куда потом Постите Это всё Ну я понятно Куда Я имею ввиду Канал Сергей Кишин Называется Мой канал Слышал Знакомые Александр Рекомендовал Как-то Несколько раз Я даже слышал Просто Не хватает Как и у него Времени Всё подряд Смотреть Слишком Так много Информации Да Естественно Нас много Остальных мало А их мало Ну ладно Если что Заходить Я сейчас Как бы На стриме А вообще Это Сейчас Альянов Сколько у меня Человек Сейчас 182 Ну слушайте Какие ваши годы Да Нормально С условием Что Как бы Я Не такой Знаменитый Просто Парень Есть блогеры Есть блогеры Люди Которые Выкладывают У которых Ещё меньше Не то что Просмотров Но даже и подписчиков Так что Ничего страшного Спасибо Юрий Спасибо Ну Кто такое Так сказать Счастье Наша В том Чтобы мы Хоть какую-то пользу Пронесли Когда-то Как вы к привиткам Относитесь Насчёт пользы Я привит Это То нет Вы к ним хорошо Относитесь Или плохо Абсолютно хорошо Я за то Чтобы люди Прививались Когда меня спрашивают Ты В этом направлении Пропагандируешь Я говорю Да И сам я привит И вся семья моя Привита Остальные Мнения Каждого Дальнейшее Я не воюю Ни с кем Если кто-то Говорит Нет Я говорю Твоё право Пошли дальше Я не стараюсь Это так сказать Дело Мы же с вами Не те люди Которые могут Этим оперировать Я не разбираюсь В медицине До такой степени Чтобы что-то Говорить Но отношусь так Я привился Ещё летом Ну и правильно А теперь надо Раз летом Значит уже скоро Пора ревакцинацию Делать К сожалению Я ещё Только из больницы Я ещё и переболел А ну слушайте Но переболели-то легко Я предполагаю Переболел я Нелегко Тяжело Ну в общем Вот сейчас закончил Всё это Слава Богу И считаю Что Прививка помогла мне Выйти Вот так вот Как я вышел Могло быть Живым Из больницы Называйте В общем своими именами Ну хотя бы Виктор Здравствуйте дорогой Ну что ж Заходите Серьезнейшим Давайте Хорошо Спасибо вам Счастливо Удачи вам на стриме До свидания